Должен пройти суд 17 апреля. До 17 апреля нам нужно подождать. В последний день работы Ольгу, как и еще десятки водителей, отправили в отпуск. В день Х в арбитражном суде Барнаула предварительное заседание. Позиции таковы. Истец считает, Дорожный комитет города незаконно допустил победу в конкурсе фирмы «Транслайн». Она и сейчас работает на маршрутах, опередив соперника на сотые баллы. Положение конкурса, говорят, можно трактовать по-разному. Это, кстати, отмечала в своем заключении и прокуратура города. Указывала на нарушение, рекомендовала отменить результаты конкурса и антимонопольная служба. Но фирма «Транслайн» все же победила с заимствованными у других перевозчиков, в том числе бийских, автобусами. На вопрос «А так можно?» представитель Дорожного комитета Барнаула в суде отвечает, что не мог быть в курсе, где находятся автобусы Наукограда. А юрист, победившего «Транслайна»… Данный вопрос за пределами моей компетенции, я на него отвечать не буду. Какие автобусы сейчас ездят в Барнауле? В соцсетях делятся пассажиры. Вот на ходу у победившего 77-го отваливается колесо, а вот пассажир пробует расплатиться картой. А ведь за наличие системы для безналичной оплаты проезда «Транслайну» присудили 10 баллов. Всего в судах Барнаула сейчас рассматривается 5 исков на эту скандальную тему. 17 апреля заседание перенесли. Оказалось, что юристы «Транслайна» не успели ознакомиться с материалами дела. Первый документ был получен 27 февраля. Уточненное исковое заявление было получено 9 марта. Получено оба директором Танковым. Тем не менее, представитель заявил, что они ничего не получали. Мне надо ознакомиться с подписью, не совсем понятно. И на сегодняшний день мы не оспариваем, поскольку представлены доказательства, что исковое заявление должно было быть получено. Что касается документов, доказательств... Какие конкретно документы вы не получили? Все документы, которые приложены к сковому заявлению, там большой перечень. Задача «Транслайна» – всячески затягивать данное дело. Мы понимаем их тактику защиты. И вот по таким надуманным основаниям, что они как будто бы ничего не получали, но хорошо нам не составит труда направить им еще раз. Следующее заседание состоится 28 мая. Отпуск у Ольги, как и у большинства оставшихся без работы водителей, к тому времени точно. Закончится. Евгения Даровская, Александр Антропов, Николай Шилко. Наши новости.